13. Давай. Если, например, вот меня папа оскорблял в детстве, я, например, в первом классе пришла, столько двоих получила, я его любила, обожала, а он так вот, ну, под пятой был, посадил меня, братишку, и вот до сих пор я помню, это не могу забыть, и он говорит, ты знаешь, ты глупая, ты не достойна мою фамилию носить, я до сих пор вот мужчин презираю, что ли, ненавижу. Смотри, еще раз, у мужчины любовь условная, папа любит тебя за что-то, папа любит тебя за хорошие оценки, ты не оправдал его ожидания, он, как бы, во благо тебе, он тебя чмырит, ну, он просто по-другому не мог, у девочки остается это в голове, что мужчина это опасность, он может меня унижать, и всю жизнь потом твои партнеры тебя потом обвиняют, что ты тупая. Ну, я грубо… Вот, подожди, подожди, нет, вот ты можешь вот в этом, да, находиться опять в своем состоянии, вот у кого были отношения с мужчиной, и потом они закончились, и следующий мужчина, мудак еще больше, чем был предыдущий, да, И у мужчин тоже. Была девушка, стерва, сука, и ты с ней расходишься, другую берешь, а та, блядь, думаешь, что за хим... Вариации на тему только умноженные, помноженные на два. Что интересно, не воспитание того, какая я есть. Они стараются меня перевоспитать, подавить под себя. Мы друг друга все пытаемся перевоспитать и переделать. И мужчина, и женщина, только... Это помните-ка в том анекдоте? Мужчина женится и думает, что она не изменится, а он меняется, да. А женщина думает, что он изменится, а он не меняется. То есть женщина, она после свадьбы совершенно другая. Это тоже, это прямо вот сейчас вот чистая психология. Кто еще не был замужем, готовьтесь, тот, кто уже замужем, ну, в общем, как-то...